Всем привет, всем с вами снова встречный мебезд Это Я когда прочитал твой комментарий, Валерий Я думал, я неправильно понял Походу, ну да, я неправильно понял Что ты сказал Про видоси, видоси с печкой Говоришь, действующая печкой Я ничего не понял, я думал про эту хату ИСЯ Я думал, ты про эту хату Говоришь, типа, я думал, блин, там печка Действующая, там же всё видно Надо было, знаешь, когда писать, в твоей хате А я то ли, я не понял, то ли я не прочитал Да не бойся ты, котичка моя Как же ты кричишь Я не понял, просто-напросто Ой, и всё Но мне не сложно снять ещё один видос Отдельный, прям для того, чтобы показать Всё вам, тебе Думаю, будьте, будьте Всё отдельно, каждое здание Каждое строение Просто, я боюсь, знаешь, чего Ой Просто бывает такое-то, что я вот так Людям всё рассказываю, показываю Они пишут комментарии У меня несколько раз уже такое было Пишут комментарии, спрашивают про хаты Я им всё рассказываю, показываю А потом они на меня забивают И, представляете, не смотрят Потом хейтят Ну ладно И ты заорал И ты заорал И ты заорал Мой маленький Ой, осторожно Что, буду сейчас тебе показывать? Всё рассказывать? Ничего страшного Ничего страшного Отойдём до самого-самого забора Вплотную Вот Забор И получается Вот С моей стороны это всё Ну как, точно так же, да? Вы всё видите или нет? Ну Нет Отражено же, получается Для меня хата слева А для вас она справа Получается, да? Или я что-то не то говорю? Ну ладно Вот это хаты Вот это хаты Видите, какие хаты Такие мрачные сразу После дождя Когда они мокрые такие И все уже вот такие вот Мокрые Это вот Они такие В осенний период То такие вот Блин, там свет надо было выключить Я не выключил Вот Зайду, выключу Делки Вот такие мрачные они Там поломано Отломано Тут раньше тоже была Такая доска резьба Резьная Она сейчас находится На чердаке этой хаты Это я её снял Для сохранения резьбы Для будущих Своих Дел Короче, я возьму Там Была Две доски Резьбы Резьба была Вот здесь С этой стороны Видите, какая подобранная Подратая вся Хата Что тут Что там Что здесь Я вот тут доска была Резьная Я её снял Заложил за чердак Чтоб она высохла там И не гнила дальше Потом я из неё вырежу Когда-нибудь Из неё вырежу Как образец Да, она будет Ещё одну доску вырежу Такую Или две даже новые Да, прикреплю вот сюда Покрашу И будет как раньше Ну это же крышу Надо будет сначала менять Я говорю Крышу поменяйте Фронтон оставьте мне Чтобы Ну потому что Мне нравится Я не хочу Чтобы его сносили Этот фронтон Он хорош Этот фронтон Нужно Этот Две Ой Свет Немножко бардак Тут Ай Я только пришёл Начал витус снимать Вы понимаете, да? Ай 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 Можно? Ай Не заходи Ещё рано заходить домой Понимаешь? Ну вот Эту хату Вы уже видели Я подробный обзор Показывал Всё Особо так Прямелькнул и всё Вот это хата Ты спрашиваешь Валерик Искать Отойди Дай я покажу Вот Такая она Горбатая Туда уходящая Вся кривая Моя Так Ой Вот так Фу Вся кривая Вся Капец на видео Она какая кривая Она короче Десятиметровая Десять с половиной На четыре с половиной Вот А хата Одиннадцать На пять Понимаешь? Какая закономерность Да? Не знаю зачем так строили Эта хата Длиной Вот Слышите просто цифры Десять и пять Четыре и пять Одиннадцать Пять То есть Ширина пять метров Ширина четыре с половиной Длина одиннадцать Длина десять с половиной Пятьдесят сантиметров И там и там разница Ширина и длина Зачем так строили? Но эта хата впервые появилась Потому что Потому что Видите какая старая Но она впервые появилась Это Да Это так и есть Вот Не знаю чем-то делали Но ладно Она разбита На три Корпуса Эта хата Если это там дом Прямо на хате такая Что там Проходные комнаты Та-та-те Это строилось Это строилось так Что Здесь и сарай Здесь и летняя кухня И совместный дом Типа всякое такое Всякое 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 Строилась Времянка Вот как это Назвать Как я их понял Времянка такая Типа Знаете Как вам объяснить Сейчас тоже такой закон Есть Я думаю Что эту хату Строили для того Чтобы не жить А для того Чтобы продать Как-то Короче Я думаю Что так было Скорее всего Это так и было Какие-то люди Купили участок Вот этот вот Он пустой Пустой Без ничего Вообще ничего нет И они Давай Построили Саманную хату Вот эту вот Лишь для того Чтобы продать Участок дороже Потому что Участок пустой Он дешевый будет А когда на нем Что-то построено Он будет уже дороже Они построили Вот эту хатку Ляп-да-ляп Типа никак Черт знает как Лишь бы пожить Годик-два Продать ее Да и уехать Так они и сделали Так и построили Так и распланировали Так и сделали Вот Потом это пошло все Продали этим людям Вот этим людям Продали Эти люди построили Эту хату Потом пошло там Один хозяин Другой хозяин Третий хозяин Четвертый хозяин Четыре хозяина Все ухаты Ну если считать Тех кто построил Эту хату Четыре хозяина Ну у участка Четыре хозяина Пять Ой Я Четыре хозяина Если считать От этой хаты А пять хозяев Если считать От прям всех Всех Даже вот от участка Которую купили Кто-то там Не знаю кто они Пять хозяев Вот У участка пять хозяев А у хат Так как вам объяснить У Участка У участка И у этой хаты Пять хозяев А у этой хаты Без участка, уже четыре хозяина И участка, ну то есть там очень сложно Всего пять хозяев Хозяина вот этой хатой владели И владеют, ну-ка, мы владеем Но не хатой, не этой хатой Рассказываю никак Валерик не дойдется Чтобы я расстал про это хат Значит это я все белил, я все делал Вот она там пристроена Пристроена, значит Пристроен металлический Значит разделили на три части Летняя кухня, сарай И еще один сарай Там все немножко так сложно Я не знаю Как я это буду показывать Придется помучиться Значит Моя хата Летняя кухня, моя хата, летняя кухня Которая была здесь планирована Летняя кухня Спичка и все как надо Это вот лицевая сторона Вот там Вот лицевой стороны Вот где машина стоит Это лицевая сторона И вот здесь вот Да господи Вплоть до двери До конца двери Это вот досюда Ну вот где вот этот столбик Ну в общем до двери До конца двери Это вам будет смотреться вот так Вот досюда Это летняя кухня Четко досюда Потому что Ходишь И вот она уже пошла стена Вот И вот это вот Отсюда До конца Это все летняя кухня Моя хата Все вот это вот И там пристрою еще Потом Отсюда Ой Слушай Подожди Так От Ой Да Правильно я показал Отсюда И до До Где-то Примерно сюда До середины Вот тут До сюда Это мастерская наша Ну сарай И Отсюда До конца Это уже третий сарай То есть три части хаты Летняя кухня и два сарая Больших Вот Значит Летняя кухня Говорит нечего Вы постоянно Видите в моих видосах Хата и хата Вам более Тебе больше интересно Вот это И И вот та часть Заваленная самая Мастерская Вот такая мастерская Вот такая вот мастерская Тут Подключусь Поверчусь Все вам покажу Просто куча инструментов Потому что По профессии Мой отец Строитель И вот это все его Вот Все 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 Значит В моей хате Полы деревянные Здесь они Оригинальные мощения Идет Асфальтное покрытие Оригинальное То есть Так задумывалось Мы не делали ничего Оригинальный асфальт Здесь до сих пор лежит Там Получается моя хата В той стороне Там деревянные полы Здесь асфальтированные А там В той части хаты Которая самая заваленная Там вообще нет полов Там земля Реально Я вам покажу Земля То есть Дерево Асфальт Земля Дешевенько Вот Здесь Ой Видите сколько тут инструментов Можно упасть Заваливается Гнилье Все уже Скоро она завалится Упадет Все загниет Нахер вон Смотрите что творится Трещина пошла Ее тут не было недавно Я не знаю что здесь надо делать Поставлять Убирать саман Что нибудь Но она скоро упадет Это очень плохо Это очень плохо Нет Не совсем конечно плохо Ну не хорошо же Просто Перепад высоты Потолка Видишь какой А еще Смотри Так Так как Длина хаты Этой Десять с половиной метров Я подсчитывал все Получается Два Четыре Шесть 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 с половиной Семь Нет Три Три Шесть Девять Девять Десять с половиной Эм Девять Так Девять с половиной Подождите Надо посчитать Сколько хата Девять с половиной Десять Десять с половиной Все правильно Ээээ Все Каждая комната В хате По три метра длины Ширина Четыре с половиной В хате Эээ И значит Четыре Ну где-то Четыре Десять Четыре Двадцать Ширина комнаты Каждой А И И длина Каждая комната Три метра То есть Смотрите Как получается 10 метров 10 10 с половиной делим на на три комнаты получаем 3 метра ровно три метра то есть три если возьмем ровно 3 без мелких до 369 метров получается а хата 10 с половиной теперь считаем 9 метров до 369 девять с половиной 10 10 с половиной получается 10 метров это вот что сигналы они три с половиной метра каждая комната получается до 30 3 с половиной 3 с половиной и того 10 половиной вот мастерская такая вот пройду чуть глубже вот сюда аж вот ну ничего интересного просто мастерская просто вот что я хочу рассмотреть здесь идет балка и вот она и смотри для того чтобы удешевить все это смотри как они сделали летняя кухня от начала летней кухни и ровно дуй балки той которую ты только что видел это всего потолок досок а из досок доски на которых лежит сама понимаешь вот самые доски на которых лежит сама и эти доски идут от начала хаты до вот этой балки до сюда а уже отсюда идут не доски на которых лежит саман а жерди жерди вот они проглядываются жерди и эти жерди идут от этой балки до конца хаты получается что они сделали как половина хаты самая востребованная часть отсюда досюда это все доски потолок доски на которых наложен саман турлук точнее а остальная половина хаты вот отсюда и вот до конца это идут жерди именно такие ветки огромные брусья ну как ветки до ветки вот так вместо досок ветки на которых лежит турлук удешевление такое доски дорогие а лес жерди тонкие дешевенькие наложили все на линию удешевление такое вот мастерская на есть мастерская и куда она там не продолжается обычная комнатка без окон вообще без окон если в этой вреднику раз два три окна в мастерской нет ни одного окна там никогда не было окон никогда не делали а в той части там было когда-то одно окно там буквально 50 на 50 сантиметров которая делилась на две комнаты почему на две комнаты когда там одна я вам покажу сейчас вот вот сравните я захожу в свою хату вот навес я могу вполне стоять в полный рост иду в самую-самую нижнюю часть хаты хочу пройти здесь и получается так что я не влажу сюда потому что хата опустилась все весь навес опустился ушел в землю и я не могу пройти так еще смотрите на размер дверной коробки посмотрите на размер дверной коробки это что такое это называется хата ушла в землю она была на 30 сантиметров выше я подсчитал я узнал на 30 сантиметров вот эта дверная рама должна быть выше 30 сантиметров ушла хата и только здесь это так потому что хата ушла только здесь здесь вполне адекватно здесь тоже хатка чуть-чуть ушла уже но самую малость то есть вот смотрите сколько здесь остается и сколько остается здесь разница какая перепад так значит третья комнатка кисяуди ладно ушла она в землю ушла подожди проходим высота потолка не знаю сколько метров сантиметров но очень-очень маленькая здесь лежит очень много хлама видеть какая высота потолка примерно сантиметров 80 может метров метра двадцать вот еще можно стоять у нас будут вот эту хаманную стену я сам достраивал значит тут она что тут у нас мусор все это здесь перегородка деревянная значит здесь находится подвал вот земляные полы как я говорил земля глина все это перегородка и еще одна маленькая комнатка просто все в таком ужасном состоянии что я не знаю как это вам даже показывать стыдно посмотрите каком все это состоянии хата уходит вниз туда если здесь еще могу стоять ровно в полный рост у меня остается тут буквально пять сантиметров то то вот здесь понимаешь я не могу стоять в полный рост потому что тут уже потолка даже не тут все шифером заткнуто это я уже был там комнатка поделенная на две вот так вот и получается сарай и подвал получается подвальное помещение то есть погребка тут вот он погреб погребка вот эта маленькая и вот там вот у того перегородки тут же нету вот тут она была потом дальше вот это все это все сарай 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 который уже не сарай высота потолка в этом сарае на новому не по пояс вот он пошел по налоге сяк хламу не пошла страшненькая здесь вот ну надеюсь вы все поняли проходку это дальше продолжаем сейчас ракурс нужно хорошо найти значит это мой пристрой из задней части то есть вон там лицевая сторона хаты вон она антенна моя а вот это пристрой сзади спереди вон там перед так и значит идем идем вот идем тут ну прошу не понятно было что там пристрой меня стоит вот на хата основная он стоит это хата это так вот так получается с такого ракурса я здесь здесь четко за этой хаты стоит кирпичное строение которое построили уже мы и его там дальше строить вот этот коридорчик здесь случайно образовался абсолютно случайно но мы его сделали таким коридорчик и в огород так кирпичное строение здесь летний душ с которым я недавно слил воду сих пор копает летний душ кися ты чего дальше это идет летний ой летний туалет уличный уличный туалет который я показывал вчера вот снял видос где вот тут я руки мал уличный туалет это еще не все сейчас я вам точно объясню а вы спросите а почему душ и туалет такие маленькие а здание большое так потому что следующая комната третье то есть то есть смотрите 1 2 и 3 идет вот так вот 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 так вот идет он туда это сарай который который чтобы зайти нужно зайти в ворот в дверь вот туда нужно зайти кися столь на месте короче пошли дальше атакует забор навес забор так заходишь это хозяйственная часть то есть где все сарай находятся где саман где труп все это мое здесь не только моим вообще сарай большой сарай большой сарай большой сарай большой сарай большой сарай большой сарай и там конце в конце курятник для вон той кульции вон курятник конце вон тут перегородку видно на курятник замолчи киска вот это все козля и козлятник бычатник козлятник 18 метров вроде не помню 19 или 20 длиной а шириной метров 7 где-то или 9 даже точно не помню в общем начнем с козлятника свет тут уже есть все включено вот козлятник вот такой вот просто большое помещение так и теперь идем в курятник но там смотреть особо нечего идет 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 петушок спустился и курятник в нем света нет курятники может быть мне получится что-то показать ну в общем он отверстие для того чтобы куры выходили туда на задний двор и гуляли там на сестье здесь вот они значит вот здесь вот вот они эти где они яйца откладывают о как-то забыл называется вот вот здесь вот они не видно темно что светов нет окон тут нет в козлятнике еще нет вот видно вот сетка стоит и вон козлятник вот так вот это все сделано чтоб свет попадал сюда и ходил воздух тут никаких глухих перегородок чтобы здесь не было здесь вода у нас есть тоже водоснабжение среди снабжение вон краны все здесь ларь большая для зерна обычно используют для всякого всякого хозяйства вот задний двор чтобы пойти на задний двор нужно пройти через весь хозяйник поперек вот он задний двор вон вот на самое отверстие с калиточкой с дверочкой даже это мой отец делал все отсюда когда сама дверца туда курочки уходят и гуляют на вот этой территории но не до конца до конца там это уже идут ворота в огород это там там я вам сейчас покажу вот он это все место здесь идет здесь снесенный забор случайность случайно снесенный забор этот сетка и вот здесь заканчивается козлятник тут крепится козлятнику тут к забору вот воротина пошла вот этот забор и вот отсюда до туда до того забора это все задний двор где гуляют курочки вот это все вход в этот козлятник вон там дальше в самом конце курятник вот так вот а вот это вот вы уже знаете наверно вроде видели где вот этот проход где вот она ворота стоит воротина в огород идет большая рода роды роды все роды люди печку топят не знаю видно не видно еще бы увидеть где-то дом находится там вон там ну печку топят люди мы не топят начать вот 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 тут сам козлятник вот он мой навес и вот она хата вот он где в проезд вот и получается как-то вот был бы квадрокоптер у меня его это все показала за пару минут сверху бы вы все поняли ну так не особо понятно что я хожу где-то там кто-то там показывай вот это я захожу навес раз все здесь можно попасть вот я зашел раз вот козлятник раз вот курятник то есть вот так получается а сарай который я вам не по работал это противоположная сторона там стоит старые вот туалет и там душ это противоположная сторона здесь сарай просто сарай вот сарай в нем вроде бы нет света ну он есть лампочка и лампочки просто нет да вот так я потом нарисую вам планы всех строений чтобы вы понимали или двор вообще вам нарисую чтобы вы понимали как что где и куда напишу все что-то кореш что было все понятно напишу нарисую планы там какая хата планом так будет чуть-чуть понятнее вот получается как то выхожу И все, вот так вот, всем пока.